Дорогого гостя у входа в новый храм встречали благочинный церквей Видновского округа Михаил Егоров и исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Александр Невский, в честь которого было решено осветить новый храм, известен в России за ее пределами как защитник рубежей Родины, покровитель воинов. Известно, что ранее на месте церкви стоял памятник видовчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Затем была построена часовня. Но время идет вперед. Маленькая часовенка перестала вмещать в себя всех желающих прийти с молитвой. И потому решено было построить на этом месте храм. В скором времени на территории храма будет открыт памятник видовчанам, погибшим в боях за Родину. Десятки верующих стали свидетелями великого освящения нового молильного дома. Великое освящение пришлось на светлую неделю, сразу после праздника Пасхи и в преддверии празднования Дня воинской и ратной славы, годовщины победы Александра Невского над шведами на Чудском озере. В своих молитвах митрополит Куртийский и Коломенский Ювенали обращался в защиту невинных, страдающих в тех уголках земли, где идут войны, призывая верующих к миру. Далее был совершен крестный ход вокруг нового храма. Православные верят, крестный ход укрепляет молитвенный дух. По традиции в день освящения нового храма принято дарить подарки. Благочинный церквей Видновского округа Михаил Егоров преподнес в подарок владыке пасхальное яйцо с ликами святых. Еще одно пасхальное яйцо митрополиту подарил исполняющий обязанности главы района Олег Хромов. Глубоко уважаемые владыка, уважаемые жители нашего благодатного края, я, пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить со светлым праздником Пасхи. И сегодня для нас особый день, так как мы освящаем в эту неделю, в пасхальную неделю храм и вдвойне праздник, так как освящение этого храма проходит не только в преддверии великого праздника, самого главного государственного нашего праздника – Дня Великой Победы. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий также выступил с речью ко всем присутствующим, признавшись, что чувствует себя духовно связанным с нашим городом. Очень знаменательно, что в этом году мы освящаем храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Ведь почитание святых заключается не только в том, чтобы мы к ним обращались в молитве за помощью, но и чтобы вдохновлялись их жизнью, подвигами и служением. Строительство храма велось чуть более года. Столь быстрые темпы работ стали возможными благодаря слаженной работе многих, кто принял участие в возведении здания. Всех, кто помогал в строительстве, владыка наградил медалями и грамотами Московской епархии. Патриаршей грамотой награждается Владимир Иванович Пащенко. Закончилось торжественное событие общим фотографированием всех, кто участвовал в создании храма святого благоверного князя Александра Невского. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, ВИДЕР.